друзья всем привет сегодня хочу поковырять холодильник покрутить наверное уже видели на нашем канале мы приобрели специальный холодильник еще один нам нашего обычного холодильника не хватает потому что есть куры куры несут яйца есть перепела тоже несут яйца куда-то их надо вкладывать особенно когда жарища на улице яйца обязательно положить в холодильник иначе они ну если не испортятся то быстро высохнут вот кроме этого еще появилось одно хобби решили заняться попробовать делать сыр занятие очень интересное занимательное увлекательное так вот чтобы сыр вызревал после того как его сделать что есть это не просто брынза ну приезжаю к знакомым к родственникам покупаю молоко что хочешь сделать хочу сделать брынза корни прям сыр то есть если взять сыр как положено взять закваски сырная приготовить и сразу попробовать есть да это будет брынза сыр должен полежать сыр должен вызреть для этого либо нужно покупать специальное оборудование для вызревания сыра либо это должен быть погреб какой-то многие покупают в холодильнике выворачивают на минимум необходимо чтобы температура в холодильнике была 10-12 градусов ну 14 максимум идеально 12 и для яиц кстати тоже если говорим об яйцах на инкубацию эти яйца должны храниться при температуре 12-16 градусов идеальная самая температура для того чтобы инкубационное яйцо сохранила свои свойства ну в течение двух недель скажем так имеем вот такой холодильник называется дом небольшой холодильник без морозильной камеры вот у нас здесь уже лежат яйца здесь у нас уже лежит сыр здесь я пытаюсь добиться чтобы температура была градусов 12 не видно ничего она у нас к сожалению 5 градусов не холодильник для холодильника это нормально вот для хранения взрывания сыров это конечно мало 9 градусов при условии что я открыл крышку открыл дверцу температура уже начинает подниматься на 9 градусов в любом случае это мало минимум надо чтобы было 10 есть люди которые ставят подключают холодильник через специальные термодатчики у меня появилась идея попробовать вот кроме того что у нас стоит кроме того что у нас стоит здесь единичка то есть вы самый теплый режим попробовать вскрыть его смотрел по интернету сами не холодильщик но вроде как говорят что в термодатчики есть специальный болтик террировочный болт его можно немного подкрутить вот это и попробуем сделать получится не получится не знаю мы будем пробовать сейчас я его разберу насколько тест на будет делать берем инструменты вперед ты чё решил с владельником делать я уже все рассказал что хотел делать захотел сделать набрался наглость несмотря на то что холодильник на гарантии взял шуруповерт как разбирается точно не знаю но предполагаю что надо снять верхнюю крышку для начала чего-чего саморезы и шурупа помогу мамина сейчас попробую тут вот заглушки такие есть одну снял вот сейчас маленькая отверточка для вторую есть так у нас там чё у нас там тоже саморезики все пришли и кошка пришла и этой воровали попутный нам кстати эта операция пригодится на тех кому он просто хочется перестать дверь чтобы она открывалась не вот в сторону другого вот сюда подлезть дверь надо снять крышку насколько я понял вот механизма снимаю крышечку вот у нас терморегулятор и у него где-то должен быть дарировочный винт называем поскольку я его ниоткуда не вижу скорее всего он снизу если он снизу значит вот эту надо держится вот этим одним болтиком как это любить и все поломать это ты на кого сейчас намекаешь на ваню мы-то любители разобрать а ты любите сломать разница ничего я тебе сломал тут прешь вот у него пять делений и он на единичке выдает нам от пяти до восьми градусов а если на пятерку выкрутить так он вообще у нас морозилку превратится это неправильно вот он вот он вот это вот есть термировочный болтик его надо повернуть против часовой стрелки немножечко о повернул против часовой ну короче этот болтик я повернул где-то на одну четверть оборота ставим от хозяйства обратно на наш и включаем холодильник и посмотрим сколько градусов нам покажет если все удачно то значит мы молодцы а если не удачно значит не молодцы все закрываем когда термометры укладываем обратно включаем розетку и и прячемся вдруг взорвется так прошел час холодильник два раза уже включался отключался пора проверить получилось у нас тут и не получилось так один термометр дети 3 ну уже не 5 здесь мы имеем здесь мы имеем так это почти 14 градусов да наверху на самые теплые 14 градусов внизу 9 с чем-то было сейчас открыто дверь 10 то есть все идеально ну я рад как я рад как я рад что поеду в ленинград отлично супер-пупер ну вот так что если кто-то приобрел холодильник для таких целей ну либо в принципе может быть достаточно для хранения продуктов такого режима работы то есть внизу 10 сверху 14 в серединке будет у нас 12 для сыров для хранения яиц и я так понимаю и для сыровяльных колбас температура тоже подходящая кто занимается этим по моему лучший способ просто не придумать не какие датчики не надо ничего выдумывать нет понятно для колбас там еще надо вентиляцию делать все что-то но для моих целей подходит так что вот кому интересно можете то же самое проделать своим холодильником ничего не испортили никаких дырк лишних не сверлили никаких датчиков не вешали так что вот так всем пока пока до новых встреч